Привет, друзья! На связи Наталья, школа дизайна и иллюстрации Эликона. Давно меня не было здесь, с уроками, особенно в этом плейлисте. А он ведь хорош. Почему? Потому что осваиваем программу Adobe Illustrator самых азов по суперкоротким урокам. Нарисование, казалось бы, очень простых и даже элементарных объектов. Изучаем абсолютно все базовые инструменты и приемы работы программы. А по итогу делаем свои первые работы и снимаем страхи перед иллюстратором. Да-да, прекрасно помню, как сама боялась его поначалу, он казался чуть ли не панелью управления самолетом. Но поверьте, это не так. Иллюстратор мил и дружелюбен. Поскольку реанимирую этот плейлист летом, то порисуем простоту на тему лета. Но перед тем, как перейдем к практике, приглашаю в телеграм-канал школы. Это первая ссылка в описании под этим видео. В телеграме примерно раз в месяц провожу бесплатные эксклюзивные мастер-классы с подробным разбором работ и с классными призами. Также там часто проходят акции на основные полные курсы школы. Это два курса. Бабический иллюстратор. 50 уроков, где мы полностью погружаемся в программу, в стилизацию, композицию, ищем свой стиль. А второй основной курс школы имеет говорящее название «Стилизу» и «Компонуй». Где мы, собственно, компонуем, стилизуем, в том числе учимся создавать логотипы и разрабатывать фирменный стиль. Пожалуйста, еще раз переходите в телеграм, а мы переходим к практике. Мы находимся в программе. Создаем новый файл. Новый файл. Вот это размеры, последние, которые я использовала. Можно внести самостоятельный размер. Ну, давайте оставим 2000 на 2000 пикселей. Нажимаем «Создать». И первое, что мы должны с вами сделать, это импортировать сюда эскиз. Меню «Файл», «Поместить» и «Адрес», где у нас лежит эскиз. Мы его помещаем. Кнопка «Поместить», выбрав файл. И, смотрите, либо щелкнуть, тогда вставиться того размера, в котором существует эта растровая картинка, либо провести рамку, зажатая левая клавиша мыши. Ну, примерно вот так проведу рамочку. Это растровое изображение. Палитра «Слои». Сейчас немножко расскажу про палитру «Слои». Если какой-то палитры нет, про который будет идти речь, находится меню «Окно». Вот все палитры вот здесь по алфавиту. Тут можно продолжить этот список. Итак, единственный слой, единственный на нем объект. Вот можно видимость, либо целого слоя, либо объекта. И можно его заблокировать. Но предварительно мы этот растровый объект немножко дадим ему прозрачность. Объект выбран. Выбираю инструментом «Первая стрелка». Непрозрачность, ну, порядка, давайте 70% поставим. Enter. И либо блокируем слой, либо блокируем объект. Давайте я заблокирую объект. Хотя, на самом деле, я на этом слое не планирую ничего больше размещать, поэтому можно слой заблокировать. Давайте заблокируем слой. Видите, на слое, который заблокирован, ничего рисовать нельзя. Любой инструмент, если мы выберем, будет такой значок, перечеркнутый карандашик. Поэтому создаем новый слой. Допустим, двойной щелчок. Мы начнем сегодня с зонтика. Так и назовем «Зонт». Enter. И вот находимся на этом слое. Он таким подсвечивается. Приближаемся инструментом «Лупа». Инструмент «Отрезок». Зажимаем клавишу «Shift» и левую клавишу мыши «Shift», чтобы просто вести ровно. Потому что нам важна горизонталь. Так, по свойствам. Сейчас, видите, без заливки. Ну, понятно, заливки нет, потому что контур не замкнутый. Ну, пока что стандартный черный цвет контура. Это стандартная палитра образцов. То есть эти же палитры здесь и здесь. Абсолютно одинаковые. Обводка. Ну, дадим порядка в нашем масштабе. Ну, вот 8 пунктов. Вполне себе может быть. Так, и дальше. Отрезок. Ну, теперь уже нарисуем «Shift» вертикально. Ну, примерно вот столько. То есть сейчас мы нарисуем, понятно, зонтик ровно. Потом его просто вместе повернем. Нам нужно нарисовать вот эту часть. Клавиша «Л». Либо инструмент «Эллипс» находится вот здесь. Вот немножко задержаться. Нужно зажать левую клавишу мыши. И вот несколько инструментов, которые в одной подборке находятся. Вот «Эллипс», клавиша «Л». Смотрите, умные направляющие я подношу к центру вертикального отрезка. У меня вот такая розовая линия. Это умные направляющие, они по умолчанию включены. Если по какой-то причине их нет, находится, вернее, их включение, меню «Просмотр». Вот «Быстрый направляющий» стоит галочка. Можно делать сейчас, можно не делать. Но давайте все-таки воспользуемся ими. Зажимаем клавишу «Шифт», чтобы рисовалось от центра, чтобы мы исключили выравнивание. И «Шифт», чтобы рисовался круг. На самом деле, почему я сейчас рисую такой большой объект? Потому что мы его будем срезать. Потому что это даже не половина, это какая-то часть круга. Вот если мы на верхнюю часть посмотрим зонтика. Вот. Сразу сделаем вот это деление, внутреннее деление, с помощью дублирования имеющейся окружности. «Контрол-минус» отдаляюсь. Смотрите, друзья, мы давайте отметим другим цветом. Так, красный не подойдет, потому что у нас красное выделение на этом слое. «Контрол-С» скопировали буфер обмена. «Контрол-шифт-В» на это же самое место вставили. И либо за этот маркер центральный, либо за этот зажимаем клавишу «Альт». Вот так вот в себя уменьшим. То есть, смотрите, мы с вами уже удобно начали работать. Мы рисовали от центра, чтобы не выравнивать потом относительно вот этой палки. Мы вставили на это же самое место, в себя уменьшили вот эту вторую окружность. Тоже мы исключили выравнивание. И теперь мы должны срезать нижнюю часть. Воспользуемся инструментом прямоугольник, клавиша «М», либо вот инструмент прямоугольник. Ну вот смотрите, я хочу сейчас как заплатку поставить. Закроем нижнюю часть. Вот, допустим, так. Отметим этот объект каким-то другим цветом, именно контур, чтобы тоже понимать. Предварительно, друзья мои, вот этот прямоугольник, Ctrl-C, скопируем в буфер обмена. Сейчас покажу для чего. Ctrl-C, буфер обмена скопировали. Берем голубую рамку. С шифтом берем нижний цельный круг. Палитра, обработка контуров. Еще раз, если палитры этой нет, находится меню «Окно». Вторая вкладка, задний минус передний. Что осталось? То, что у нас осталось выходящим за прямоугольник. Для этого мы его специально в буфер обмена закинули, потому что, как мы видим, он исчез. Ctrl-Shift-V на это же самое место вставляем и уже вычитаем из внутреннего эллипса. Задний минус передний. Вот эту конструкцию из двух объектов. Выбрали вместе. Можно Ctrl-G сгруппировать. И ведем с шифтом вниз до пересечения с вот этой палочкой. Возьмем вместе. Можно тоже Ctrl-G сгруппировать. С группой будем разбираться позже. Даже, судя по размеру иконки, мы чуть-чуть с шифтом вот так уменьшим. Даже, наверное, сильно. Шифт, чтобы сохранить пропорции. И чуть вот поднося к угловому маркеру любому, чуть повернем. Угол произвольный. И поставим вот так до привязки с основанием. Можно еще немножечко уменьшить, если хотите, чтобы по эскизу прям было, хотя это вообще не принципиально. Теперь, наверное, одно из самых интересных. Солнышко немножко в сторонке нарисуем. Клавиша L с шифтом рисуем круг. Отрезок с шифтом нарисуем вот так вот. Теперь нам нужно, друзья мои, относительно центра круга намножить лучики. Для этого... Кстати, самый простой способ покажу, не тот, который хотела заранее. Смотрите, друзья мои, можно через буфер обмена, либо мы ведем с шифтом, перемещаем лучик и Alt дублируем. То есть мы ровно по оси нарисовали, вернее, продублировали второй лучик. Давайте мы для пущей важности еще. Я не заметила умные направляющие. Ctrl-G сгруппируем. Шифтом проверим себя. Выровняем по центру и выровняем вот так по центру. Видите, немножко сместилось. То есть у нас группа выровнялась по кругу. Теперь группа. Ctrl-C скопируем в буфер. Ctrl-Shift-V на это же самое место вставим. С шифтом повернем вот так вот. Теперь уже две группы выберем. С шифтом черной стрелкой щелкнули. Ctrl-C уже две группы. Ctrl-Shift-V на это же самое место вставляем. Зажимаем клавишу Shift и разворачиваем. Вот мы получили такое солнышко, если наверное крупновато. Я сейчас никуда ничего не смещаю. Вернее, имеется в виду крупновато расстояние. Я просто с шифтом и с альтом вот так вот из себя увеличу круг наше солнце. Возьмем вместе. Ctrl-G и чтобы попадать в размер эскиза немножко шифтом уменьшим. Но тут надо смотреть эскиз тоже не идеальный насколько у нас будет маленькое солнышко и большой зонтик. Если мы дадим цвет выбрала вместе какой-то и наверное единый контур и давайте еще сделаем для мягкости свойства обводок скругленные концы и скругленные углы. Это видно вот здесь. И понятно открытые контуры это концы открытых контуров в нашем случае прямых линий. Можно Ctrl-G сгруппировать. Друзья, мы на этом мы закончим первый урок этого сета иконок. Пожалуйста, не забудьте подписываться на телеграм-школы на канал конечно же и увидимся в следующем уроке будем рисовать вишенку. Всем спасибо за внимание, лайки приветствуются. Пока-пока!